Звонок по телефону, в трубке, голос человека якобы из авторитетной компании. В тот будничный день Андрея пытались обмануть и продать ненужную ему услугу по замене счетчиков на воду, у которых вышел срок годности. Но тут, как говорится, не на того напали. Мужчина-метролог с 15-летним стажем и всегда следит за приборами учета сам. Поэтому от ненужных услуг Андрей решил отказаться, за что мошенник, мягко говоря, нагрубил ему в ответ. Я перезвонил директору персонала РКС, объяснил ситуацию, попросил, чтобы сотрудник организации передо мной принес мне извинения. РКС оперативно разобралась в течение двух часов, мне перезвонили и объяснили, что номер, с которого мне звонили, я ему сообщил, потому что вижу, откуда мне звонят. То есть мне их, это звонили не их сотрудники, то есть это звонили мошенники. От срочка на замену счетчиков, которую ввели в Россию в связи с пандемией, перестала действовать с начала этого года. Поэтому людям срочно понадобилась замена приборов учета. Спрос поразил предложение и, как следствие, активность мошенников. Схема их работы практически не меняется, но в этом году они пошли в ногу со временем. Вместо личного общения – дистанционные, участились звонки на домашний телефон. Еще одна проблема – стоимость их услуг. Хотя первоначальные цифры не намного выше расценок официальных поставщиков, после установки прибора стоимость вырастет в два, а то и в три раза. Обратилась женщина, говорит, пришли поставить прибор учета. Также позвонили, сказали, что это будет стоить две с половиной тысячи установка прибора учета. Установили прибор учета. А когда выставили счет, то есть к оплате, оказалось 10 290 рублей за прибор учета. Официальные поставщики коммунальных услуг напоминают, они никогда не навязывают платную замену счетчиков. Домой приходят только для поверки действующего прибора учета, а также для его замены, если такая инициатива поступила от самого абонента. Когда абонент обращается к нам, а у нас есть производственно-коммерческая служба, куда абонент направляет свою заявку, соответственно, мы выходим и, естественно, устанавливаем прибор учета. Наши сотрудники непосредственно при установке устанавливают пломбу и составляют акт. И дальше этот акт передается в Самарские коммунальные системы. И прибор становится в этот момент уже коммерческим. Зачастую от действия мошенников страдает именно старшее поколение. Как говорят психологи, на это есть несколько причин. Но одни из главных – доверчивость и недостаток внимания. Недобросовестные операторы по ту сторону телефона этим активно пользуются. По словам специалистов, лучший способ помочь своему близкому человеку – это поговорить с ним. Причем не напрямую, а косвенно. Как косвенно? Можно за чашкой чая, невозначай ты представляешь и рассказываешь ситуацию про каких-то знакомых, что вот такая произошла беда. Косвенно и естественно накладывается параллельность. И если старшее поколение еще в здравии, то сделать соответствующие выводы. Чаще всего мошенники – хорошие продажники. Кроме агрессивного маркетинга, они вполне успешно пользуются всевозможными психологическими приемами. Как правило, задаются такие вопросы, чтобы отвечали «да», «да», «да». То есть специально так подстроена формулировка, что по-другому не ответишь. Есть, помимо этого, какая-то, если при встрече, да, идет какая-то определенная жестикуляция, тем самым на определенных словах, такое некое якорение. Может быть, тактильный контакт, могут как-то дотронуться, да. В основном счетчики на воду действуют 6 лет. Проверить, как долго им еще можно пользоваться, можно по квитанции за воду. Там указывается срок поверки. Если после истечения срока годности прибор учета все еще исправен, нужно вызвать представителя своего поставщика коммунальных услуг для повторной поверки. После нее прибором можно пользоваться вновь. Такая нехитрая операция поможет решить проблему со счетчиками и не оставит шанса мошенникам. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.